алькатрас самая страшная тюрьма 20 века удаленность от материка отрезанного быстрым холодным течением жесткие условия содержания заключенных и пожизненные сроки американская тюрьма алькатрас вошла в историю как одна из самых суровых в мире сюда свозили военнопленных а в 1930-х годах гангстеров и серийных убийц о легендарной американской тюрьме где отбывал наказание крестный отец американской мафии алькапоне крепость на острове алькатрас в заливе сан-франциско построили в середине 19 века в годы гражданской войны туда отправляли пленных и солдат осужденных за дезертирство мародерство и другие преступления в том числе особо тяжкие гостей острова ждали тяжелый физический труд камеры одиночки и хлеб с водой на обед позже режим смягчили на территории тюрьмы оборудовали бейсбольное поле из заключенных формировали команды проводились соревнования по боксу поединки были настолько зрелищными что ради них на остров по пятницам съезжались многие жители сан-франциско но из-за больших расходов на содержание военные закрыли тюрьму передав ее министру с 1920 года по 1933 год сша действовал сухой закон на нелегальной торговли алкоголем расцвела организованная преступность страну прежде всего крупные города сотрясали криминальные войны в уличных перестрелках гангстерами гибли и полицейские и случайные прохожие власти вспомнили про аркатрас отремонтировали и открыли в 1934 году уже в федеральном статусе в камерах соорудили крепкие стальные решетки двери оборудовали электронными датчиками движения часть подземных тоннелей замуровали а по всему периметру выставили вооруженную до зубов охрану бежать отсюда было невозможно в столовой на случай массовых беспорядков имелись емкости со слезоточилым газом в алькатрас попадали особо опасные преступники гангстеры маньяки серийные убийцы а также беглецы из других тюрьм таких помещали в одиночные камеры разговаривать категорически запрещалось из-за чего некоторые даже сходили с ума незначительные поблажки в виде посещения библиотеки или разрешения на переписку с родственниками можно было лишь только заработать упорным физическим трудом и примерным поведением сейчас как раз входит национальную зону отдыха золотые ворота алькатрас закрыли 21 марта в 1963 году каждый год на остров приезжают миллионы туристов со всего мира побег из тюрьмы алькатрас самая известная попытка попытка побега совершенная 11 июня 1962 года фрэнком морисом и братьями джоном и кларенсом энглинами никто из троих не был пойман и до сих пор доподлинно неизвестно как сложилась их судьба после побега беглецы долго изучали территорию тюрьмы поведение охраны и климатические особенности течения в заливе в течение нескольких месяцев узники заточенными ложками расширяли вентиляционные шахты в своих камерах чтобы охранники не заметили их отсутствие ночью белец их смастерили бутафорские головы и смеси цементной пыли зубной пасты туалетной бумаги и мыло для реалистичности на них даже наклеили волосы сделав дыру выбрались в тоннель и уже через несколько минут были на берегу где и ждал самодельный плод из плащей дождевиков с помощью маленькой гармошки они надули его и покинули остров поиски результатов не дали по одной версии заключенные утонули а по другой версии благополучно добрались до берега и скрылись официально уголовное дело об их побеге остается открытым и будет закрыта лишь тогда когда всем троим должны исполниться по 100 лет эта история побега отражена в художественном фильме побег из алькатраса 1979 года тюремный комплекс расположен на острове в полной изоляции от большой земли по статистике в этом исправительном заведении зафиксирован самый большой процент смертности среди заключенных чаще всего причина смертей заключается в халатности персонала но самое страшное что здесь могут посадить в одну камеру и мелкого хулигана злослового неплательщика коммунальных услуг и особо опасного преступника маньяка педофила или террориста-экстремиста грязно опасно мрачно удручающе вот так говорят о тюрьме райкерс ее заключенные насилие среди узников в этом заведении считается нормой тюремное начальство не только не пресекает это но еще специально подстрекает сидельцев к совершению насильственных действий сообщение о жестоком обращении заключенными в тюрьме ракерс появлялись разные годы надзиратели избивали заключенных нарушали права человека были увлечены в преступлениях сексуального характера с годами положение дел только усугублялось администрация закрывала глаза на нарушение и нечеловеческие условия считались нормой городской совет нью-йорка принял решение закрыть самую большую тюрьму в мире и построить вместо нее колонии поменьше спикер городского совета говорит что ракерс это место бесчеловечности жестокости и насилия по словам политика стратегия массового заключения потерпела крах и нью-йорку следует от нее отдохнуть полностью закрыть тюрьму ракерс планируется в 2026 году и перевести всех заключенных в колонии которые будут построены в манхэттене по оценкам экспертов на переселение заключенных будет потрачено около 8 миллиардов долларов что станет самим островом после закрытия тюрьмы пока неизвестно возможно это место превратится в музей такой же каким стало другое известное место заключение преступников алькатрас тюрьма сан квентина является самой старой на территории калифорнии она была построена в 1852 году примечательно что здание тюрьмы строили самые первые доставленные сюда заключенные это самый страшный в мире застенок он не случайно находится на первом месте в нашем списке за всю историю тюрьмы здесь практиковала смертная казнь самыми разными методами расстрел казнь на электрическом стуле смерть в газовой камере инъекции быстродействующего смертельного яда с момента основания зоны женщины и мужчины совместно отбывали свой срок в 1934 году была построена отдельная женская колония здесь сидел за изготовление наркотиков известный художник альфредо сантос в тюремной столовой до сих пор сохранились интересные фрески его исполнение это исправительное заведение жестокими нравами является признанным лидером по количеству смертных казней мужчины приговоренные к смерти в калифорнии за некоторыми исключениями должны содержаться в сан квентине а осужденные женщины в женской учреждении центральной калифорнии оттуда женщин перед смертной казнью в сан квентин привозили на автобусе как отмечалось выше все казни в калифорнии как мужчин так и женщин должны производиться в сан квентине камеры казни находится в одноэтажной пристройки в непосредственной близости от восточного блока официально было признано что условия содержания заключенных не соответствует общепринятым нормам но никаких положительных изменений этот факт не повлек еще одна проблема тюрьмы сан квентин заключается в том что в ней содержатся представители различных рас между которыми регулярно вспыхивают серьезные конфликт вплоть до убийства изоляция от общества и соседство со страшными преступниками конечно ужасная перспектива но совершение даже самого ужасного преступления не означает что помимо изоляции от общества заключенный должен быть лишен прав человека насилие среди узников в этом заведении считается нормой тюремное начальство не только не пресекает этого но еще и специально подстрекает сидельцев к совершению насильственных действий